Я не могу сравнить ни одного чиновника, ни одного другого какого-то деятеля в Казахстане, который по результатам своей деятельности принес бы столько положительного в адрес моей страны, в адрес Казахстана. Я бы хотел обратиться к нашим чиновникам, вот с вашей трибуны. Поддерживайте наши таланты, потому что дивиденды и имиджевые, и любые, от их роста, они несравнимы ни с работой деятельности дипломатического корпуса, ни с работой никаких чиновников. То внимание, тот интерес, который возбудил Димаш Казахстану, я даже не знаю, с чем сравнить. Я думаю, нам, казахам, нам, казахстанцам, независимо от возраста, всем его поклонникам, я тоже стал его поклонником, просто следует благодарить Аллаха за то, что такой мальчик в нашей стране появился. Надо ему всячески помогать и на государственном уровне, и на уровне фанов. На уровне фанов ему, знаете, какая поддержка идет? Ведь фаны даже оказывают давление на своих чиновников в своих странах, чтобы те организовали ему приглашение. Они в соцсетях, кстати, здесь сыграл еще фактор соцсетей, в соцсетях распространяют все. Они знают про него все. Вы понимаете? Я столько про Димаша узнал, наверное, он сам про себя столько не знает. И здесь вот надо вот этот фактор, фактор фанов, фактор фан-клубов, причем организованных фан-клубов, которые все организовывают, поездки там и так далее, и так далее. Там это отдельная вообще такая глубокая тема, да. Они, я думаю, сыграли тоже большую роль вот этой вот расширении географии популярности Димаша Кудайбергена. Мне доводилось разговаривать с гражданами Америки и Германии, такими людьми уже, знаете, немолодыми. Они говорят, я теперь всю пенсию буду тратить на то, чтобы следовать за ним по всему миру. А нас они просят, чтобы мы вот все, что про него есть, вот им отправляли, информировали любую информацию. Вот такое вот интересное явление. Димаш сделал для имиджа Казахстана нечто невероятное. Спасибо. 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 Спасибо.